раз 11 декабря мне вывезли и отрубили руки я сказал ты меня любишь и он сзади меня просто меня как-то затылок и я просто вылетел на диван ему что-то не понравилось и он поднял руку будет труп приедем опишем я боюсь что он может искать не для того чтобы извиниться чтобы убить меня эту тему неприлично обсуждать в обществе более того в россии об этом принято молчать сама проблема даже не признана на государственном уровне но пострадавших от этого меньше не становится домашнее насилие как с этим бороться и куда обращаться что делать женщинам оказавшимся в трудной ситуации куда бежать и как защищаться выясним в этом репортаже в россии до сих пор нет закона о домашнем насилии хотя разговоры об этом идут не один год более того на юридическом уровне даже нет такого понятия вместо этого принято использовать термин семейный бытовой конфликт от рукоприкладства в семье ежегодно страдают миллионы женщин однако точной цифры сколько людей живут в ситуации насилия и нуждаются в помощи нет в россии есть к сожалению такая предустановка определенная ментальная типа бьет значит любит и женщины стесняются того что их бьют они стесняются это рассказывает близким в регионах близкие часто говорят ну есть свои минусы мужу но есть и плюсы поэтому реального процента по статистике никто не знает и не узнает до тех пор пока не станет модно бороться с этим как показывает статистика самой частой причины домашнего насилия становится банальная ревность одна из громких историй которая шокировала всю страну случилось с маргаритой грачевой мы встретились с ней в петербурге девушка до сих пор не понимает как это могло произойти именно с ней муж вывез ее в лес несколько часов истязал и в конце концов топором отрубил обе руки маргарита говорит даже не подозревала что дмитрий на такое способен мы довольно рано поженились там не было 18 19 лет и ну никаких у меня за время период брака не было никакого физического насилия это была любовь мы выходили замуж по любви детей рожали это все были чувства и почему даже у меня там в книге есть фотографии своим бывшим мужем как раз показать что у нас была хорошая пара по словам маргариты поведение мужа начало меняться после разговоров о разводе до этого никаких предпосылок к домашнему насилию не было анализирую сейчас после сколько пять лет прошло трагедии если брать весь наш брак то каких-то конкретных нет если возможно излишний контроль он знал где я нахожусь он знал там все мои перемещения ну я как-то это не скрывал и меня это не напрягало важно понять где насилие где не носили это всегда бывает не так-то просто как у нас порой говорят ну мужик это тот кто стукнул кулаком по столу искал ага сделаешь так и где-то даже вот этот контроль вот это доминирование становится как будто вот символом любви сейчас маргарита живет в петербурге куда она переехала из серпухова вместе с новым мужем воспитывает троих детей после нескольких операций врачам удалось спасти одну руку вместо второй у девушки теперь бионический протез я была в сознании когда он рубил руки и понимала что он делает и когда я была в машине он вез меня в больницу я уже понимала что у меня нет рук и физически я сейчас я думаю что это навсегда ну я много что делать не могу и не смогу и это все равно постоянный труд даже например я могу застегнуть молнии но каждая новая молния для меня это новое ну потому что нужно привыкать протезу дарья хохлова как и маргарита выходила замуж по любви и тоже не предполагала что спустя всего лишь несколько лет ей придется бежать от собственного мужа в 17 лет я познакомилась со своим будущим мужем он был мусульманин мы были счастливы тяжело однажды когда я еще пришла со школы не было я съела банан и когда он вернулся он обвинил меня в том что у меня был любовник потому что вообще банана не любила после чего он начал орать и ударил меня так сильно что я ударилась головой об стенку и потеряла сознание это было начало тех времен когда он начал меня бить эксперты выделяют несколько видов домашнего насилия физическое психологическое сексуализированное и экономическое жертвы могут долгие годы находиться в заложниках у собственного страха и ничего не предпринимать так было и с дарьей она терпела 9 лет пока не познакомилась в интернете с молодым человеком который и помог ей сбежать да вот такой часто очень вопрос почему она не уходит опять же причин много бывает некуда уйти бывает зависит экономически в том числе в ситуации когда девушка беременна нередко это тот период когда она очень узим вот и евгения панченко говорит что ее печальная история как раз началась с беременности мы в браке находимся уже около пяти лет и поначалу было все прекрасно все поменялось тогда когда я забеременела первым ребенком во время беременности он очень много изменял писали его девушки такие и по итогу как-то я устроила просто скандалом за что просто получила первый раз пощечину и это начало все происходить чаще и чаще помог прийти пьяный домой то есть там спокойно меня ударить жене до сих пор в браке и что делать дальше не знает пока живет детьми у мамы которые пришлось все рассказать нас двое детей с ним ну как я могу просто взять и оставить я не работаю у меня нету денег на содержание детей кому-то обращаться но я жаловалась маму горит уходи от него да а я все равно его прощал нам и без папы хорошо коля там коля если уже не есть поддержка родных то многим жертвам домашнего насилия бывает очень сложно рассказать что с ними происходит даже самым близким людям а вдруг не поймут я не рассказывала отцу всю историю то есть он знал что плохо но я не могла довериться настолько на тот момент мне было страшно что скажут родители я же сама его выбрал обратиться в какие-то инспекции я тоже боялась потому что у мусульман довольно таки большая семья и они могут найти тебя везде поддержка вот что самое важное говорят психологи самое главное не упустить момент когда еще можно помочь жертвенности насилия но иногда так страшно не успеть особенно когда жертвой насилия становится твой ребенок эта история произошла в городе кемерово в январе 2020 года на тот момент уже бывший молодой человек жестоко убил студентку веру пехтелеву перед этим он несколько часов пытал девушку своей квартире вот что рассказала мне ее мама у нее 14 числа на был бы экзамен и я ей отправила солнышко ни пуха ни пера и потом уже наверно спустя некоторое время я посмотрела что она до сих пор не прочитала и вечером нам уже сообщили это величкиной близкой близкой самой близкой подруги мама мы тоже семьями конечно общались она решила позвонить ну к сожалению я узнала что моего ребеночка нету живых он издевался он избивал он насиловал он столько делал ей больно она кричала она просила помощи соседи несколько раз пытались вызвать полицию один наряд приехал только спустя час после последнего звонка было уже слишком поздно бывает и такое но где же грань между домашним насилием и бытовой ссорой и как уберечь себя если по закону о декриминализации домашних побоев лишь второй и последующий случай домашнего насилия будут считаться уголовными преступлениями это очень тяжело это очень больно смотреть на убийцу своего ребенка и ничего не делая первое что я хотела задушить его когда ты видишь что вот он убийца ребенка сидит да вот в клетке это и должна быть вежливо не скажем так уважение к суду и так далее так далее а сил нет авторы закона проекта о профилактике домашнего насилия марий довтян и алена попова уже более девяти лет добиваются его рассмотрения в госдуме но говорят внимание к проблеме от государства как не было так и нет мы регулярно обращаемся с заявлением о необходимости применения данного закона по отношению к нашим потерпевшим у нас практике нет ни одного успешного случая депутаты считают что домашнее насилие не является веским основанием чтобы вмешиваться в семью и разрушать ее именно поэтому в 2017 году в государственной думе приняли поправки к 116 статье уголовного кодекса российской федерации согласно которым побои или иные насильственные действия в отношении близких лиц совершенные впервые переводятся в разряд административных правонарушений теперь за них грозит не уголовное наказание а всего лишь штраф 5000 рублей эта позиция активное государство будет труп то есть есть тело есть дело в случае сферы пехтелевы родителям вместе с адвокатами пришлось приложить немало усилий чтобы убийца девушки получил заслуженный срок первый приговор конечно был это просто убийство вы сами понимаете да это ну наверное по истечении какого-то периода времени может быть даже его и по удобу выпустили это семь лет мы были в таком просто шоке это как это семь лет убийцы который убивал с особой жестокостью закон не защитил и маргариту грачеву за месяц до этого когда это тоже все на стадии развода он выводил меня в лес и где как раз я писала заявление потом участковому что он вывез меня в лес и с ножом да угрожал закрыли дело что-то буквально перед как раз 11 декабря там дня за три а потом вот как раз 11 декабря мне вывезли отрубили руки и сейчас уже знаем что мое дело прошло через девять сотрудников полиции ни один ничего не сделал в итоге убийца веры владислав конюс получил 17 лет лишения свободы а дмитрий грачев 14 но несмотря на то что маргарите в отличие от веры повезло остаться в живых девушка боится что по истечении срока ее бывший муж захочет завершить начатое понимаю что он выйдет понимаю что ну на данный момент точно защиты со стороны государства нет и что делать пока не знаю я боюсь что он может искать не для того чтобы извиниться чтобы убить меня для тех кто столкнулся с насилием и кому нужна срочная помощь есть специальное убежище это так называемые шелтеры или по-другому кризисные центры сегодня в россии около 30 кризисных центров помощи жертвам домашнего насилия самый известный из них это кризисный центр инго в санкт-петербурге и нижегородский кризисный центр для женщин также есть множество других некоммерческих организаций в разных регионах россии но все они занимаются одним пытаются помочь жертве домашнего насилия выйти из замкнутого круга петербургский кризисный центр ингу помогает женщинам попавшим в беду уже 30 лет с 1992 года кризисный центр оказывает психологическую помощь женщинам в ситуации насилия юридическую помощь и мы проводим информационные кампании направленные на повышение осведомленности о проблеме насилия также в центре могут на какое-то время предоставить убежище жертвы насилия в зависимости от ситуации здесь выделяют несколько уровней помощи но главная цель остается одна наша задача это помочь составить план безопасности то есть что делать дальше куда обращаться какая дополнительная помощь нужна агрессор насильник обидчик тиран и абьюзер все эти термины описывают практически одно и то же человека который совершает насильственные действия в отношении другого распознать опасные симптомы сразу практически невозможно а вот причины их появления известны если мальчик наблюдает насилие со стороны отца в отношении матери либо мачехи то как показывает исследование вероятно что он сам будет проявлять насилие существенно возрастает и это конечно влияние вот макросреды мальчик смотрит мультфильмы читает сказки смотрит фильмы видит что происходит на детской площадке в школе и так далее происходит такая вот ну может быть где-то даже и романтизация насилия но как минимум нормализация конечно было бы проще если бы на авторах насилия висели опознавательные знаки например вот так но к сожалению сегодня девушки вынуждены вступать в отношения не зная что их ждет через несколько лет как правило жертвы домашнего насилия сами не способны на волевые решения они должны дойти до точки дна так это называют психологи от которой уже смогут оттолкнуться и начать движение вверх поэтому для них так важна помощь возможно когда-нибудь в россии и появится закон который их защитит а пока они вы должны идут прятаться в кризисных центрах терпеть побои и бороться с системой так и Продолжение следует...